Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться опытом использования такой вещи, как беспроводной маршрутизатор TP-Link. Модель называется TL-MR3040. Поехали! Итак, дорогие друзья, этой вещью я пользуюсь уже два дня. Могу про нее кое-что рассказать вам интересное. Что же это такое? Это беспроводной маршрутизатор. Я его называю беспроводной роутер. Для чего он служит? Для того, чтобы вы смогли где угодно раздать свою сеть Wi-Fi. Как с подключением интернета, так и без. Значит, это у нас USB-модем от компании Yota. Вы можете использовать здесь модемы совместимые. Они все указаны на сайте производителя TP-Link. Вы там можете ознакомиться с этим списком. Плюс, не так давно начали поддерживать USB-модемы компании Yota. Вот он как раз сегодня у меня и на обзор был прислан. Значит, коробочка небольшая. Внешний вид это пластмасса. Довольно-таки свежо выглядит. Вы можете везде взять с собой. Будет выглядеть стильно. Задняя крышка открывается немножко непривычно. Надо будет найти просто, с какой стороны он открывается. Но я вам скажу, что открывается он справа. Потому что нигде ничего не написано. Наши по задней крышке скрывается у нас аккумулятор емкостью 2000 мА. Он рассчитан на 4-5 часов работы без подзарядки. Плюс, вы всегда сможете кабелем microUSB подключить к своему лэптопу, к своему ноутбуку, к компьютеру. Для того, чтобы подзарядить ваш аккумулятор. На личном опыте аккумулятор, вот как мне его прислали, он продержался у меня 2 часа. На следующий день это было 4 часа ровно. То есть, как заявлено, 4-5 часов, да, он это выдерживает. Работал он с модемом Yota. Я думаю, что, наверное, разница будет какая-то, но несущественная. Здесь сзади больше ничего не находится. Для того, чтобы настроить этот роутер, существует разъем LAN. Кабель идет в комплекте. Вы его можете видеть вот здесь вот. Плюс также смотрите распаковку этого устройства. LAN-овский кабель подходит любой. Вы подключаете к своему ноутбуку, либо к компьютеру. Входите на 192.168.01. Пишите админ и пароль админ. Можете также это все потом поменять. Дальше вас приветствует обычное меню настройки вашего роутера. Любого. Вы также можете настроить подключение к интернету проводное. Вы можете настроить сеть Wi-Fi, название. Также поставить ключ. Поддерживать все ключи Web, WAP, WPA, WPA2. По прошивке аппарата вы также можете ее обновить через порт LAN. И через доступ к компьютеру. Дальше. Что могу сказать про компактность? Очень удобно носить с собой. Вы можете даже эту вещь разместить у себя в машине. Как? Ну это я уже придумал. То есть, к примеру, вы подаете сюда питание. Постоянно на microUSB от USB. Кидаете себе в машину. Ставите туда роутер. То есть, к примеру, с безлимитным тарифом. И у вас в радиусе там, не знаю, 10-20 метров в машине будет Wi-Fi ловить. Плюс также, ну вот по радиусу действия у меня это где-то было шагов 30. На открытом пространстве у меня этот роутер ловился с телефона. Сеть Wi-Fi. И дальше про удобство. Вы можете брать его с собой и можете также его настроить для домашней работы. К примеру, у вас есть Ethernet кабель в вашу квартиру. Вы сюда подсоединяете, настраиваете свое подключение к интернету. И он раздает Wi-Fi. Единственное, что не будет поддерживаться, подключение по LAN. То есть, видите, разъем один для кабеля Ethernet. Обычно на роутерах еще идет LAN кабель, чтобы мы могли соединять все в одну сеть. Плюс еще удобство в чем. Так как эта вещь маленькая, работает от аккумулятора, вы можете взять ее с собой на природу. Если у вас есть устройство, к примеру, там ваши телефоны на Android, либо iOS. И у вас есть какие-то, знаете, вот там машинки радиоуправляемые. Они работают зачастую в сети Wi-Fi. То есть, вы пришли, вы даже можете, ну, не вставлять модем. Вы поставили, у вас создалась сеть Wi-Fi. После этого вы подключаете телефон и свое устройство к одной точке Wi-Fi. И они у вас работают. Это как вам вариант использования данной вещи. Про ношение с собой. Весит он 150 грамм. В принципе, если вы мобильный, вы просто вставляете и убираете с собой это в сумку. То есть, в таком варианте модемы бывают разные. Не нужно именно придираться к этому. То есть, вы можете положить таким образом. Я вот сумки таскал вот таким образом. Вот. Про функционал. Поддерживать до 150 мегабит в секунду максимал. Я провел его тесты дома. Подключив свой кабель Ethernet от компании Beeline. Тем самым у меня вышла скорость. Но, в принципе, не уступающая моему обычному роутеру от компании Beeline. Компьютер был подключен по Wi-Fi. Дальше я провел испытание на открытой местности. Это была Москва. Я сидел в машине и использовал вот этот модем Yota. Подключился он в районе 20-25 секунд. Показал скорость довольно-таки приличную. Скорость, вы сами понимаете, зависит от оператора. Этот мобильный маршрутизатор, роутер, поддерживает как 3G модемы, так и 4G модемы. То есть, вы можете использовать на LTE-сетях, на EWDO, да и также на обычных 3G. Ну, соответственно, уже от оператора зависит качество и скорость вашей передачи. По разъемам, давайте я вам расскажу. LAN-овский разъем, он только для входа кабеля Ethernet, либо для настройки. Ну, также для перепрошивки вашего модема роутера. USB-разъем, он только для подключения модемов USB. Больше он ни для чего не служит. Есть клавиша Reset, при помощи которой вы можете сбросить настройки, либо его перезагрузить. Также длительное нажатие на клавишу Reset приводит к его полному сбросу. Дальше. Кабель microUSB используется только для зарядки. Больше ни для чего не используется. Клавиша включения, она белая, очень плавно ходит и она просто так сама не выключится, если вы будете носить где-то в кармане с собой. Есть LED-индикаторы, которые вам будут показывать о питании, о состоянии сети Wi-Fi и о подключении к интернету. Давайте сейчас проверим. Включим, значит, Wi-Fi роутер. Включаем, загорается LED-индикатор, идет проверка, аппарат включен. Мы, как видите, USB модем, не нужно его включать, мы его вставляем. Сейчас сеть Yota поймается и, соответственно, она загорится синеньким. Вот видите, загорелось синим. После этого проходит еще где-то секунд 15-20 и мы сможем наблюдать на нашем роутере как раз работу сети Wi-Fi. И заодно проверим это на аппарате iPhone и, к примеру, там, Xperia ZL. Мы заходим в YouTube, заходим в YouTube, проверим скорость работы. Сейчас работает через Yota. Также вы скорость можете видеть по-разному. Давайте, что-то у меня iPhone не прицепился на iPhone. Ну, к примеру, Сергей Симонов здесь. Вот у нас с двух аппаратов работает интернет. Плюс вы также можете, пожалуйста, сколько угодно аппаратов подключать. Ваши интернет-таблетки, прочее, планшеты, ноутбуки, раздавать Wi-Fi в офисе. Ну, вот видите, немножко на iPhone качество. То есть, такое же, как в 3G становится. Но, я думаю, что для такой портативной вещи это вполне даже достаточно. Хотя, Yota, ну, не знаю, да, он прогрузил. Не могу понять, почему на iPhone иногда так происходит. Ну, и недостаточно скорости связи. Такое бывает, да. Вот, такова скорость работы на устройствах. Давайте проведем такой онлайн-тест. У нас сейчас два аппарата подключены к одной и той же сети. Это TP-Link, значит, Wi-Fi TP-Link. Да, все совершенно верно. Дальше мы заходим в приложение Speedtest на аппарате iPhone 5 и Sony Xperia ZL. Значит, два аппарата готовы, поехали. Напомню, также они у нас подключены к одной сети через беспородной портативный маршрутизатор TP-Link. И модем у нас используется Yota. Значит, давайте я вам сделаю поближе, чтобы вы все рассмотрели. Ping 31, Ping 52. Скорость закачки 19 Мбит в секунду. 2,8 Мбит в секунду. И отдача 8 Мбит в секунду. И iPhone у нас выжимает порядка 5. Speedtest у нас на Sony закончился. Результаты видите сами. Давайте еще раз проверим рестарт-тест. И мы, к примеру, запустим сначала на iPhone. Не знаю, от чего, конечно, это все может зависеть. Так, Ping 32, 31, они практически сравнялись. Сейчас идет получение. И iPhone у нас, да, немножко он разгоняется. 18 Мбит в секунду. Хорошая скорость для мобильного интернета. Ну, напомню, это, конечно, Yota. И iPhone у нас опять проигрывает в 2,5 раза. Но, да. Но при задаче мы даже не будем проверять. Sony Xperia ZR здесь выиграла. Но спасибо беспроводному штутизатору от компании TP-Link. Все просто супер за деньги, которые просят за эту вещь. Это полторы тысячи рублей. Просто все супер. Так что всем спасибо, что смотрели этот отзыв, обзор от Зверьем. Подписывайтесь на новые ролики. Комментируйте. Пожалуйста, рассказывайте, какими маршрутизаторами беспроводными пользуетесь вы. Ваше видение. Вообще, для чего нужна эта вещь. Высказывайте свое мнение. И ставьте лайки этому видео. Всем спасибо. Всем пока. С вами был Зверьем. Субтитры сделал DimaTorzok